Медицина в ущерб комфорту. Последние месяцы депутаты городской думы на постоянной основе обсуждают вопрос дефицита парковочных мест возле больниц. Возле СУКБ, например, эта проблема сформировалась еще несколько лет назад. За прошедшее время больше стоянок не стало, а вот само медучреждение разрастается. При этом ситуация только усугубляется. Есть ответ предыдущего комитета, подписанный ФАКИО, о том, что до начала строительства уже не хватало парковочных мест на СУКБ. То есть уже существовался дефицит. Соответственно, были нарушены нормативы градостроительного проектирования. Аналогичная проблема и возле окружного кардиоцентра. Казалось бы, возле больницы есть место, но его, правда, уже с самого утра занимают сотрудники близлежащего предприятия. Вся парковка, которая могла быть для посетителей этих учреждений здравоохранения, она вся забита сотрудниками СУКБ. Нефтегаза и дальше что? Там вообще нет стояночных мест. Там нет стояночных мест. Но если разбираться, надо вообще вот разбираться в комплексе тогда. Соседские автомобили, плотная застройка, незапланированная заранее стоянка. Причины отсутствия необходимых по нормативам парковок различны в каждом случае. А итог для пациентов один. Либо добираться до больницы на общественном транспорте, либо бросать свой автомобиль прямо на дороге, нарушая правила. Увеличить количество машиномест за счет ресурсов медицинских учреждений не получится. Об этом заявили сами врачи. Поэтому депутаты стали предлагать свои идеи. Выходили с конкретными предложениями, в частности по улице Студенческой, где действительно можно сформировать карманы, действительно убрать газоны. И за счет этого обеспечить достаточное количество, ну, порядка 30 машиномест добавить дополнительно. Как частный пример я привожу. Стоит отметить, что этот путь дорогостоящий, при этом принесет немного эффекта. Потому часть депутатов своего коллегу не поддержали. То ли дело пойти по пути крупных мегаполисов, где центр города в принципе закрыт для личного транспорта. Ни в одной стране мира, ни в одном крупном мегаполисе проблема личного транспорта не была решена никогда и в будущем не будет решена. Потому что мы не успеваем за количеством транспорта. Дороги не могут. Это первое. Второе. Значит, почему вы все решили, что именно в поликлинику нужно приехать на своей машине? Ну, если ты планируешь приехать в поликлинику, помимо городского транспорта, который, слава тебе Господи, ходит хорошо, есть служба такси, ну, приедь ты на такси. Ну, когда вы находитесь в Европе, у них кожа мысли не придет на своей машине поехать в центр города. Идей много, консолидированного мнения пока нет. С повестки дня городских депутатов проблема паркингов возле больниц не уйдет. Возможно, помимо чиновников, парламентариев и общественников, к диалогу необходимо подключить и представителей бизнеса, чей креативный и гибкий подход, возможно, и поможет найти оптимальный ответ. Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.